Всем еще раз привет! И как обещали, три тотема. Рядышком Бугы Олень, Аку Лебеди Наши и Буркит Беркут. Все три рядышком. 2020 год, 2021 год, 2022 год. И все в продажу поступили, как знаете, в 2023 году. Все вот эти замечательные монетки. Давайте еще раз посмотрим, выложим их на подушечки. Игорь Павлович, давай по порядку. Я говорю, а я не хочу по порядку, я хочу посередине оленя, а по краям птичек. Вот. Каждому свое место в тотемном ряду. Вот они. Вот они, замечательные монетки. Пишите, какая вам больше нравится в комментариях. И с точки зрения дизайна, с точки зрения эстетичности, с точки зрения перспектив. Перспектив. А о них сейчас мы и поговорим. Вот сейчас тоже пока все это выкладывали, раскладывали. Игорь Павлович говорит, говорит, а вот как ни крути, а лебеди все равно больше будут на свадьбы дарить. Очень солидный, хороший подарок. Тираж 350 экземпляров. Оленя на свадьбу, он говорит, не подаришь. Засмеют. Но при этом у оленя тираж 250 экземпляров. Ну, беркута тоже как бы на свадьбу не подаришь. Птица немножко другого назначения. Но зато беркута можно подарить какой-нибудь солидному человеку, который добился чего-то в этой жизни и продолжает добиваться. Тираж у беркута 500 экземпляров. Но еще раз про цены. Самое время поговорить про цены. Специально показываем вам чейки. Что мы не фантазируем, не выдумываем. Бугы у нас 286 тысяч тенге. Аку у нас 386 тысяч тенге. То есть уже на 100 тысяч тенге больше. И беркут у нас 391 тысяча тенге. Почему такие цены? Ну, все очень просто. Цена устанавливалась на эти монеты на момент их выпуска, объявления в обращение. То есть, когда выходил пресс-релиз Национального банка, правление Национального банка приказом устанавливало цену. Поэтому такой разлет. Казалось бы, монеты одинаковые по весу, одинаковые по золоту, одинаковые бриллиантики. Все одинаковое. Катсу одинаковые. Сертификаты немножко отличаются. Но цены отличаются очень существенно. То есть, как видим, купить беркута проще, но дороже. Тираж больше в два раза, чем у оленя. Но и цена выше. У оленя тираж всего 250 экземпляров. Но цена зато очень привлекательная. 286 тысяч. То есть, потенциально сейчас у нас олень уже продается на 100 с лишним тысяч тенге дешевле той цены, которая была бы у него, если бы его отчеканили в 2022 году. При этом, не забываем, что тираж также очень существенно сказывается на ценообразовании. То есть, беркутов в два раза больше, чем оленей. Ну, у лебедей, как мы сказали, 350 штук. То есть, среднее между оленем и беркутом. Но цена у лебедя на 100 тысяч тенге больше, чем у оленя. Как мы видим перспективы этого всего? Но, видимо, все-таки и коллекционная, и инвестиционная составляющая практически сразу отыграет у нас у оленя. То есть, как минимум, цена на него на рынке должна будет, после того, как он, естественно, закончится в филиалах. Это главное условие. Как только монету невозможно купить в филиале, начинается формироваться ее рыночная цена на рынке, на вторичном. То есть, соответственно, цена на тот момент, то есть, в пятницу еще, скорее всего, как минимум, в столичном филиале, в алматинском филиале можно будет взять оленей. Поэтому цена пока на рынке стоит, хотя предложений не так много, предложений очень мало. То есть, скорее всего, минимум отыграет на 100 тысяч. То есть, минимум 386 минимум. А потенциально это уже 391, как у Беркута. А уж совсем потенциально, буквально через месяц, буквально через месяц, я думаю, когда все устаканится, коллекционеры положат себе, инвесторы положат себе монетки. И какое-то небольшое количество на рынке будет продаваться, то олень может выстрелить до 500 тысяч тенге. В принципе, все эти монеты, вот мы с Игорем Павловичем сидели и рассуждали, все они способны выстрелить до 500 тысяч тенге. С той лишь разницей, что тот, кто будет эти монеты продавать, соответственно, больше всего заработает на олене и меньше всего заработает на Беркуте. Само собой. Но, тем не менее, монеты очень перспективные. Не забываем, что в этой серии у нас выходило уже две монеты Филин и выходил Волк. И Волк сейчас торгуется на уровне более миллиона тенге. А Филин тоже цена уже подкрадывается, 800-850 тоже подкрадывается к миллиону. Соответственно, сейчас что немножко тормознуло цену на эти монеты, тормознет вернее, это то, что они сразу появились три. И денежные средства сейчас, ну, как бы вымылись с оборота у тех же инвесторов, у тех же коллекционеров. Соответственно, сейчас цена, ну, резко, резкого роста цены не будет. Но, тем не менее, все эти монеты, особенно те, у кого будут все пять монет, вот этих тяжелых монет, то, я думаю, лет через пять миллион будет стоить и олень. Запросто. Конечно, не стоит забывать, что инфляция, очень сильная инфляция, в прошлом году больше 20%, в этом году прогнозируют чуть не меньше, но пока сложно сказать, какая будет. То есть, не забывайте, что инвестор, который вложился в эти монеты, будет закладывать свои потери по инфляции. Цены на металл также меняются постоянно. И хоть в последние годы он как-то более-менее стабильно, 23-25 доллара за унцию серебра чистого, тем не менее, серебро, все прекрасно понимают, оно недооценено. А поскольку оно недооценено, соответственно, в любой момент оно может просто стрельнуть. И, тем не менее, коллекционная составляющая. Именно у этой серии, в первую очередь, коллекционная составляющая. Мы знаем, что серия будет продолжаться. Будет продолжаться и с нетерпением ждем появления анонсов следующих монет. Но самое важное, это вот в этот раз эти монеты стали более доступны благодаря интернет-магазину. То есть, как помните, раньше мы снимали подобные ролики только в тех случаях, когда нам удавалось где-то вот так перехватить. Кто-то продавал, попросил передать, заносили Игорь Павловичу. И вот у нас был короткий промежуток времени, мы быстренько бежали, снимали ролик, потому что зачастую мы не могли приобрести их в филиале Национального банка. В данном случае мы приобрели свободно через интернет-магазин, спокойно съездили в филиал, спокойно приобрели. И без всякой суеты снимаем для вас ролики, показываем замечательные казахстанские монеты, очеканенные на казахстанском монетном дворе. То есть, это очень большой плюс. И я думаю, что следующие монеты, если они по той же схеме уже отработанные, будут продаваться, также, в принципе, будут доступны широкому кругу коллекционеров и инвесторов. Вот примерно, как бы, такой прогноз мы тут поанализировали, покумекали, но тем не менее, мы, люди, можем ошибаться. Сейчас кто-то сразу прибежит в комментарии, скажет, да вот вчера в Астане продали там такие-то монеты, очень дешево. И вот, то есть, это не будет расти цена. Ну, ради бога. Напишите свой прогноз, с удовольствием почитаем, послушаем, посмотрим, поанализируем. Наше мнение, не конечное мнение, мнение любого участника рынка, который владеет рынком, оно всегда бесценно. Пишите, ждем, будем читать. Пишите, ждем.